всем привет друзья сегодня пишем натюрморт с натуры состоящий из кофеварки и 3 яблочек пишем маслом на данном этапе вы видите процесс построения который я практически выполнила за кадром сейчас происходит уточнение формы форме как обычно строю вот оси симметрии естественно так как предмет практически симметричный и на данном этапе раскладываю грани пишу жидко разведенной краской что-то нейтральное охра если не ошибаюсь разводится разбавителем выстраивается как карандашом намечаю сразу все предметы постановки после этого нахожу пропорции и уточняю форму всех предметов уточняю отражение так как предмет очень глянцевый грани прямые поэтому отражение практически не искаженная выстраивал форму яблок и пропорции сразу немного двигаю предметы если понимаю что композиционно это будет смотреться лучше уточняю отражение очень такой интересный момент яблоко очень красиво отразилось в одной из граней уточняю природные особенности яблока и намечаю сразу край тени у всех предметов так как освещение у нас достаточно жестко и искусственно а также намечаю падающую тень она тоже достаточно жесткая при искусственном освещении имеет тоновое развитие уточняю форму носика и крышки проверяю видео и начинаю пропись начинаю с фона набирать общий тон подбираю постепенно оттенки проверяю по тепло-холодности тон фона и стараюсь вести работу одновременно то есть и предметы пишу и фон по оттенку фона сейчас постановки хорошо видно как происходит развитие тона от освещенной части тряпки драпировочки до теневой то есть освещение у нас теплое следовательно от света происходит развитие в более холодную сторону драпировки я намечаю грани основная сложность это грани такими постараться сделать прямыми не сильно их исказить я не забываю про отражение которое меня яблочки очень хорошо отражаются как в зеркале практически и разбираю отражение фона по тепло-холодности основной такой особенностью таких глянцевых металлических предметов является то что в них отражается практически полностью фон и очень такие приближенные оттенки то есть мы не берем просто серенький оттенок и не пишем одним цветом металлическим весь предмет мы следим за средой то есть что у нас происходит в среде как она влияет на непосредственно металлический предмет разбираем постепенно горизонтальную вертикальную плоскости как мы знаем вертикаль фона всегда будет немного темнее чем горизонтальная поверхность так как на вертикаль падает меньше света я сейчас закладываю падающую тень от кофейника на фон стараюсь подобрать достаточно прохладный тон тени так как свет у нас довольно теплый и фон в тени кажется холодным то есть температура тени меняется в холодную сторону еще холоднее дайте пожалуйста знать в комментариях антиле или не интересно ли такой формат видео записывать возможно буду снимать более развернутые видео уроки по написанию отдельных предметов но экспериментирую опять же с форматом надеюсь что для моих учеников такое видео будет полезным ставьте лайки на данном этапе я прописываю падающие тени стараюсь делать развитие по тону на видео возможно это не так подробно видно но развитие присутствует то есть у нас под самим предметом максимально темная тень и постепенно к краю тени происходит ее изменение по тону продолжаю подбирать тон фона работаю со спектральными цветами не используя земляные ну как в принципе всегда те кто знает мою живопись знают что я работаю чаще всего со спектральными цветами то есть основные желтый синий красный различные по температуре этого вполне достаточно для написания всей картины ну соответственно можно дополнить дополнительными спектральными цветами то есть цветами смеси и основных трех это оранжевый зеленый и фиолетовый то есть по сути на моей палитре очень редкий гость охры марсы земли и так далее ями практически не работаю сейчас я прописываю фон смягчаю края теней опять же стараюсь сделать живописные различные переходы слежу за тоном того фрагмента который я сейчас пишу то есть я вижу что у меня например грань которую я сейчас приписываю по тону более светлая более освещенная чем поверхность стола и верхней части более холодная дублирую пятна тона если я вижу что они в определенных местах повторяются слежу за контрастом то есть что у нас происходит в моментах касания предмета и фона фон либо темнее чем грань грань предмета либо светлее чем предмет на свету либо в тени этот момент подробнее разберем когда будем писать яблоки при написании фона нужно стараться делать это как можно более живописно даже если у нас такая спокойная по колориту драпировка некоторые металлические части будут иметь более холодный потом более в голубоватую сторону уходящий некоторые в теплую сторону фона так как у нас в целом постановка на достаточно теплой драпировки расположена проверяем самые контрастные места там где металл отвернут максимально от света там будут достаточно темные контрастные моменты без них живопись будет казаться достаточно такой блёклой и тусклой то есть за контрастом обязательно нужно следить я сейчас приступила к написанию отражений в самом кофейнике и нужно помнить что отражение всегда будет не таким ярким как сам предмет на свету даже если отражается освещенная часть предмета то есть мы немного приглушаем тон отражения все-таки это не зеркало несмотря на то что это достаточно глянцевый предмет но стараемся его вписать в каждую из граней кофейника чтобы они смотрели с ней народно а именно выглядели как отражение я надеюсь мне это удалось в финальном варианте картины постепенно перехожу к полутени на отражении и к свету которые в данном отражении выглядят достаточно тепло постепенно переходит к полутени на отражении и к свету в достаточно яркий желтоватый тон и впоследствии нужно будет смягчить переходы чтобы вся эта история была вписана в пространство Я прорабатываю свет отражения яблока в одной из граней кофейника и заодно смягчаю переходы от света к тени непосредственно в отражении. Я напоминаю, что отражение необходимо сделать менее ярким, а также смягчить края. Я сейчас добавляю немного контраста, так как мне показалась недостаточная разница в тоне именно в этом месте. И приступаю к написанию собственной тени на яблоках. Я напоминаю, что у нас достаточно жесткий искусственный свет, следовательно, край собственной тени имеет довольно четко выраженный край. Но собственная тень у предмета всегда имеет развитие, так как у нас присутствует отражение рефлексное в теневой части от поверхности, от окружающих предметов и так далее. Я сейчас занимаюсь прописью различных анатомических особенностей яблок и уточняю край тени. На данном этапе он смотрится прям преувеличенно жестко, но когда мы пропишем свет, мы смягчим этот переход и яблоки будут смотреться гораздо натуральнее. Я напоминаю, что очень важно следить за тоном фона в местах касания предметов. То есть мы должны определить, какой по тону фон. Он либо темнее, чем теневая сторона предмета, либо светлее. В данном случае мы видим очень такую интересную особенность, что у нас тон фона достаточно средний. Он светлее, чем теневая часть яблока и темнее, чем световая. Этот прием позволяет нам показать объем, пространство, показать, что яблочки у нас не плоские, а достаточно имеют объемистые строения. Я сейчас смягчаю края падающих теней, так как жесткими их оставлять ни в коем случае нельзя, они будут смотреться такими лужицами. Продолжаю прописывать стол. Слежу опять же за тоном стола касаемо теневой стороны яблока и касаемо световой. Сейчас я высветляю в некоторых местах фон, продолжаю смягчать края теней. Можно сейчас видеть, что как только я высветляю поверхность стола, сразу добавляется пространство. Дописываю угол холста. Периодически нужно прищуривать глаза для того, чтобы проверять непосредственно тон, насколько он верно подобран. Если вдруг допущена ошибка, то всегда есть шанс исправить. Масло мне нравится всегда тем, что любые ошибки можно поправить. Любое место можно переписать, либо уточнить, что чаще происходит. Продолжаю заполнять фон. В некоторых местах смягчаю жесткость мазков. Это не обязательно делать, у всех живопись разная. Кто-то более выглаженно пишет, кто-то более экспрессивно, с более пастозными мазками. У меня по настроению. Я когда как пишу, когда более пастозно, когда более гладко. Тут, не знаю, только от настроения зависит. Я сейчас уточняю форму и объем ручки, добавляю на ней светов. Предварительно она была записана достаточно таким глухим темным тоном. Его я также смешала из спектральных цветов. Опять же, там никакого черного нет, потому что в жизни мы не видим чистых черных тонов. Да и вообще все сажи газовые и так далее, все очень коварные краски, они могут мигрировать в цветовом слое, поэтому не люблю их, никому не советую использовать. Продолжаю уточнять чайник, контраст. Проверяю, опять же, тон касания фона и предмета. В данном моменте я решаю высветлить рефлекс, то есть показать, наоборот, грань более светлой. И уточнить также отражение, не забыв смягчить все края. Здесь снова добавляю контраста чуть больше. Но уже некоторая такая металличность появляется. Уже предмет кажется чуть более металлическим. Уточняю тень. Она у нас под самим предметом. Тень касания очень контрастная должна быть и очень темная. Так как падающая тень основная отбрасывается чуть в сторону, предмет высокий, то тень касания мы должны сделать достаточно точно постараться. У тени касания тоже желательно чуть смягчить края, чтобы она не смотрелась таким народным телом. И можно прописать света. То есть, как видно, что я работаю по принципу от наиболее темных тонов к наиболее светлым, постепенно двигаясь. И сами блики на металле расставляю в самом конце. Это позволяет не ошибиться с тоном. Потому что если мы напишем блики в самом начале, то сложно будет потом относительно бликов набирать глубину тона. Да и красками сложнее будет управляться, если мы работаем от светов. У нас все тени тогда будут разбеленные. Нам этого не нужно. Нам нужно, чтобы присутствовал контраст. Точнее, рефлексы. В теневых местах любых предметов рефлексы это чрезвычайно важная штука. Если их нет, то предмет теряет свою материальность. То есть предмет не кажется в данном случае металлическим. Ну, либо стеклянным. Я очень люблю писать такие штуки. Металл, стекло. Так что, пожалуйста, дайте знать в комментариях. Если вдруг это кому интересно, я расскажу, как писать стеклянные предметы. Прозрачные, непрозрачные и так далее. Уточняю отражение. Сейчас уже такой по кофейнику более уточняющий момент. То есть, по сути, основной тон, основные пятна набраны. И я занимаюсь уже уточнением. Уточнением тона крышки. Здесь я немного отрезаю фоном от предмета, чтобы отодвинуть фон от самого кофейника. Смельчаю края тени падающей. И расставляю блики. У металла имеется такая характерная особенность, что рядом с бликом всегда достаточно темный тон. То есть, если мы хотим показать, что предмет у нас блестящий, то рядом с этим бликом должно быть темно. Если там не будет темного пятна, то эффект блеска, глянцевости поверхности не получится достичь. Уточняю форму блика. У граненого предмета это достаточно такая выраженная штука. И перехожу к свету на яблоках. Стараюсь подобрать тон света. Яблочки сорта Белый налив. И у них очень красивый тон света. То есть, очень такой нежный, желтовато-разбеленный, очень красивый. Очень мне понравилось их писать. Стараюсь сделать свет также достаточно живописным. Так как тени у нас уже все прописаны. Я заполняю массу света. И смягчаю переход от тени к свету. Добавляю, соответственно, еще оттенков в этом переходе. То есть, там тень иногда меняется через желтоватые тона. Иногда через такие зеленоватые. То есть, на натуре это должно художникам очень внимательно изучаться. После того, как смягчаются края светотени, я добавляю освещение на самую выпуклую, самую повернутую к свету часть яблока. И так как яблоки у нас не глянцевые, они чуть более матовые блесками, чем, например, металлический чайник, то я края блика обязательно смягчаю и перехожу к следующему яблоку. Также заполняю тон света. Это яблоко, как можно видеть, оно более теплое, более в желтоватую сторону пишется. Натура изучается прищуренными глазами. Для того, чтобы определить правильную глубину тона для света, чтобы не перетемнить и не пересветлить его. Череночек пишу от темной подложки. Постепенно добавляю света. Здесь я его сделала таким достаточно толстеньким. Сейчас буду поправлять. Края тени от черенка тоже необходимо смягчить. То есть у нас жестких теней в жизни не бывает. Даже на солнечном свету самый-самый краешек тени всегда пишется слегка смягченным. Здесь я делаю переход через кадмин желтый и добавляю света снова на самое выпуклое место. Обязательно его смягчая и вписывая в пространство. Смягчаю падающую тень. Собственную, точнее, прошу прощения. Смягчаю падающую тень от палочки, вот череночка, чтобы она не была такой выраженной. Также работаю со светом. Немного смягчаю все это. Очень люблю писать яблоки. Такой релакс. Очень интересная натура. Самая простая. Не знаю, что написать. Ставь яблочки. Прописываю ближнее яблоко. В реальности оно на свету имело слегка такой розоватый подтон. Его постаралась передать. Оно от нас отвернуто череночком. Поэтому стараюсь передать его анатомические особенности. Сделать область тени более объемной, чтобы форма яблока характерная передалась. Продолжаю смягчать. Добавляю рефлексов. Добавляю тоненький хвостик. Ну и естественно тень от хвостика. Не забываю смягчить края, чтобы они не были слишком контрастными. Добавляю немного света на череночке. И также добавляю света на самом яблоке. Самая выпуклая часть, как известно, повернутая к свету, будет иметь блик. Яблоко у нас не сильно глянцевое, поэтому грани блика, как я уже говорила, нужно смягчать. Дальше такие уточняющие моменты. Где-то смягчаю еще больше края теней. Уточняю всякие мелкие детали. И завершаю работу. Вот натура поближе. Вот итоговый этюд. Напишите в комментариях, как вам. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok